Привет, друзья! В одном из видео я озвучивал возможность покупки элементов форм-фактора 21700 для полномасштабных тестов. Я спрашивал тесты, каких именно моделей вас интересуют. В итоге я собрал статистику в комментариях, добавил мои критерии по тестам и начал заказывать кое-какие элементы форм-фактора 21700. Первая посылочка уже, как вы видите, пришла. Тут должны быть элементы фирмы Launched. Ранее на канале уже были тесты элементов этой фирмы в форм-факторе 18650. И они показали себя очень хорошо. И я не мог не проверить эту же фирму, но в форм-факторе 21700. Вот такие вот элементы фирмы Launched INR 21700, 3.7 Вольта, 5000 мАч. Продавец заявляет следующие характеристики этих элементов. Емкость 5000 мАч, но есть уточнение, что она может быть в диапазоне от 4750 до 5550 мАч. Хитро он подстраховался. Внутреннее сопротивление 20 мАч, диапазон рабочих напряжений нижний порог 3 Вольта, верхний порог 4,2 Вольта. Вес от 67 до 70 грамм. Диаметр 21 мм, длина 70 мм. Средний длительный ток разряда 15 Ампер, кратковременный ток разряда 25 Ампер. Но я не привык доверять продавцам, поэтому я все проверю. И вес, и внутреннее сопротивление, и, конечно же, емкость. Для начала взвешу элемент 69 грамм, 69,5 грамм, 69,8 грамм. Этот имеет больший вес, а этот имеет меньший вес. Я думаю, что именно эти два образца и нужно использовать. Подпишу 69 грамм, 69,7 грамм. Теперь обязательно измерю внутреннее сопротивление элементов. Сопротивление щупов практически равно нулю. Сопротивление правого элемента 12,57 мОм. 12,35 мОм. 12,9 мОм. Подпишу значения эти. Вот этот средний элемент портит зависимость. А так вот здесь зависимость есть. Этот элемент имеет больший вес, у него меньшее сопротивление. Этот элемент имеет меньший вес, и у него большее внутреннее сопротивление. Как раз я протестирую вот эти два образца с сопротивлением 12,9 мОм и сопротивлением 12,57 мОм. Продавец заявляет 20 мОм. Он тоже что ли перестраховался? Элементы с таким внутренним сопротивлением можно легко тестировать током 20 Ампер. По крайней мере элементы в форм-факторе 18650 с таким сопротивлением 12-14 мОм могут отдавать долговременные токи в 20 Ампер. И теперь не менее интересное, что я хочу узнать, это ёмкость этих элементов. Для этого нужно припаять провода к элементам и подключить к зарядному устройству. По-прежнему буду использовать кислотный флюс. Продолжение следует... Так, теперь нужно зарядить элементы, они в средней точке. Зарядный ток поставлю 5 Ампер. Они должны это легко переварить. Ток в 1С, современный литий обычно переваривает без проблем. Всё, пусть заряжается. Элементы зарядились. Залилось в них, грубо говоря, 2,5 Ампер часа. Измерю внутреннее сопротивление. Отключу на всякий случай, чтобы погрешность не вносилась. Здесь было 12,9 мОм. Стало 12 мОм. Сопротивление уменьшилось. Что, в принципе, неудивительно. Забыл измерить сопротивление щупов. Сопротивление щупов практически равно нулю. Значит, показания правильные. Здесь 11,82. Было 12,57. Тоже уменьшилось. Зависимость есть. Это очень хорошо. Но, в принципе, неудивительно. Так и должно быть. Заряженные элементы имеют более низкое внутреннее сопротивление. Итак, приступлю к разряду элементов. Правый элемент я буду разряжать током 25 Ампер. Это максимальный допустимый ток для этих элементов. Но он кратковременный. Я же буду разряжать его таким током длительно. И обязательно буду наблюдать за температурой элемента с помощью инфракрасного термометра. Плюс еще подключу датчик температуры. Датчик температуры самого зарядного устройства. Мало ли чего, вдруг не догляжу, и при 80 градусах зарядка сама отключится. Левый элемент буду разряжать стандартным для него током 15 Ампер. Его температуру я тоже буду измерять заодно с правым элементом. Не забыть, нужно выставить, что разряжаем мы до 3 Вольт. А здесь 25 Ампер. Все, погнали. Так, 2 Ампер часа израсходованы. Аккумулятор довольно прилично нагрелся. 75 градусов. 76. 79. 80. Этот элемент имеет терпимую температуру. 48 градусов. 85 градусов. Продолжаю разряд. 3,6 Ампер часа израсходовано. Элемент уже начал остывать. Ну, выдержал колоссальную температуру. Здесь даже видно, как наклеечка поменяла свой цвет. 63 градуса. Этот элемент имеет температуру 50 градусов. Я бы, конечно, не стал бы греть до такой температуры без продувки. Разряд до 3 Вольт закончился. Элементы отдали. 4013 мАч. Правый, а левый 4253 мАч. У некоторых производителей элементов 21700 нижний порог указан 2,5 Вольта. Здесь непонятно, почему. Указал продавец 3 Вольта. Может, он указал по незнанию. Я сейчас еще доразряжу элементы до 2,5 Вольт. И посмотрим, сколько они отдадут. Ток поставлю 15 Ампер для обоих. Но этот продержался неплохо. Таким током я его разрядил. И он отдал даже чуть-чуть больше. Все, продолжаю разряд. Элементы разрядились до 2,5 Вольт. Отдали еще по 200 с лишним мАч. Что, в общем, дает отданную емкость 4,5 Ач. Напишите в комментариях, правильно ли их разряжать до 2,5 Вольт. Потому что в даташитах на те же Sony 21700 и Samsung в этом же Форм Факторе у них у всех в даташитах указано, что разряжать их можно до 2,5 Вольт. И поэтому эти элементы, я считаю, что тоже можно разряжать до 2,5 Вольт. Также напишите в комментариях, стоит ли делать тест 99 циклов для этих элементов. Он по-прежнему набирает очень мало просмотров. Относительно, сколько в него времени вкладываешься. И также пишите в комментариях, нужен ли тест на пожаробезопасность этих элементов Lansh. 99% даю, что они загорятся. Пишите также в комментариях, как вы считаете, загорятся они или не загорятся. Итак, зная емкость и вес, теперь я смело могу посчитать энергоемкость этих элементов. Средняя точка у них 3,6 Вольт. Умножаем на емкость 4,5 Ач. И делю на вес 69 грамм. Получаю энергоемкость 234 Ватт-час на килограмм. Это очень хорошая энергоемкость. Так как у пакетов LG на 60 Ач, энергоемкость 240 Ватт-час на килограмм. По сути, они по энергоемкости догоняют пакеты LG. Если бы емкость 5000 мАч, которую заявляет продавец, была бы верна, то энергоемкость этих элементов была бы 260 Ватт-час на килограмм. Это, конечно, вообще было бы бомба. Но и 236 Ватт-час на килограмм тоже неплохой результат. Считаю, что это очень хорошие элементы. Ссылку на них я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. По мере того, как будут приходить и другие образцы в этом же форм-факторе 21700, я буду их тестировать и снимать видео. Будет очень интересная статистика и контент. Поэтому, если не подписались, то обязательно подписывайтесь на канал. Будет очень много интересного. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях, ставит наижирнейшие лайки и оставляет комментарии из пяти и более слов. Это помогает алгоритмам YouTube продвигать видео и канал в целом, чтобы больше людей знали, какие аккумуляторы стоит покупать, а какие нет. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Пообщаемся в комментариях и увидимся в новом видео на канале, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...